Друзья мои, всем привет! Меня зовут Стойка Ольга Александровна, я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор курса по нормализации артериального давления и оздоровлению. Продолжая тему статинов, хочу сегодня рассказать вам о том, что мне очень часто поступают комментарии, отправляют видео определенного доктора, который рассказывает о том, что статины это плохо, холестерин это хорошо, что нет плохого и хорошего холестерина, что любой холестерин это отлично. И отправляют видео, где этот доктор рассказывает патогенез холестерина в печени и так далее. Что могу сказать о холестерине, о пользе холестерина, я уже снимала видео, обязательно посмотрите его. Я согласна полностью с тем, что говорит тот доктор о том, что нет плохого и хорошего холестерина. Конечно нет! Мы называем условно, это условные понятия. И холестерин, опять же, посмотрите мое видео, он очень нужен нашему организму, он очень нужен. Нет в нашем организме ничего ненужного, не придумала природа ничего ненужного в нашем организме, кроме тех раковых клеток, которые периодически образуются, да, вот они нам не нужны. Но благодаря тому, что наша иммунная система противораковая справляется с раковыми клетками, клеточками мы более-менее доживаем до такого старческого возраста. Вот. Что хочу сказать и отметить. Статины... Ну ладно, пока о статинах не будем. В общем, если вы смотрите того доктора, соответственно, ну, конечно, вы поднимаете ему охваты, во-первых. Во-вторых, если вы заметили, этот доктор, он рассказывает о нормальном организме, о здоровом сердце. Я тоже смотрела его видео. То есть он, по сути, рассказывает весь патогенез формирования холестерина в печени, про ЛПНП, что это белки-транспортеры, про ЛПВП, тоже белки-транспортеры. Я тоже об этом говорю, и нормальные кардиологи все тоже об этом говорят. Вот. И он рассказывает это для здорового сердца, для здорового организма. Подчеркиваю, если человек не перенес инфаркт либо стентирование, конечно же, ему не нужны статины. Как он, этот доктор говорит, выбросьте статины, вам назначили статины при высоком холестерине, не пейте их. Да ё-моё, вам ни один нормальный, грамотный кардиолог не назначит просто так статин при высоком холестерине. Высокий холестерин – это не показания к статинотерапии, дорогие мои, запомните это. И я в одном из видео про инфаркты вам рассказывала, посмотрите, если вы ещё не смотрели, есть плейлист инфаркта ишемического болезня сердца, пересмотрите все эти видео, где я говорила о том, что действительно к нам пациенты поступают с инфарктами, и у них холестерин 4-4,5 без статинов, то есть поступил человек с 4-4,5 холестерин общий. ЛПНП может быть тоже в пределах референсных норм, то есть 2,0, 2,3. При этом, конечно, кардиологи знают о том, что в период острых событий, инфекционных заболеваний, либо в период инфаркта идёт снижение уровня холестерина, так запрограммировано организмом биологии, что уровень холестерина немножко может быть пониже. Вот, но не будем это брать в учёт, то есть я говорила уже об этом, что многие пациенты поступают к нам в стационар с инфарктами с нормальным уровнем холестерина. Вот, и я говорила о том, что атеросклероз, который, это системное заболевание, да, атеросклероз в формировании бляшек в сосудах, атеросклероз приводит к инфаркту, к инсульту, к заболеванию почек, почечных сосудов, да, к снижению памяти, головокружению и так далее. То есть атеросклероз и, в общем, к атеросклерозу, да, к атеросклерозу приводит не только дислепидемия. Здесь мы даже ведь не говорим гиперхолестериномия, да, мы не говорим, врачи, высокий уровень холестерина, мы говорим дислепидемия, то есть дислепидемия, то есть нарушение баланса между плохими переносчиками и хорошими переносчиками. Пересмотрите, пожалуйста, еще раз мое видео, недавно вышедшее, про статины, про переносчики, где я говорю о пользах холестерина. То есть когда у человека имеется дислепидемия, да, плюс еще несколько факторов, как минимум там 3-4, да, это приводит к развитию атеросклероза и к инфаркту приводит не только уровень высокого холестерина, да, и дислепидемии. У человека может быть дислепидемия, нарушен уровень холестеринового отмена, вернее дисбаланс в холестеринах, да, одного чуть больше, второго чуть меньше, но при этом он не заболеет инфарктом, вот, потому что атеросклероз это многофакторное заболевание, инфаркт это многофакторное заболевание, а уровень холестерина в крови это один из 10, один из 13 факторов. Вот гипертония, например, по российским рекомендациям имеет 13 факторов риска, по зарубежным рекомендациям 31 фактор риска имеет гипертония. Так вот, высокий уровень холестерина, то же самое в атеросклерозе и в инфаркте. Холестерин, вообще дислепидемия, это один из факторов риска развития атеросклероза и инфаркта. И никакой адекватный кардиолог вам не назначат при хорошем холестерине, вернее при высоком холестерине, сразу статинотерапию. Никто не будет стартовать, если у вас недоказанная семейная гиперхолестериномия, но таких людей 3-5% во всем мире. Таких очень мало. Так вот, еще раз, если обратиться к этому доктору, он рассказывает о норме, о нормальном сердце, о человеке, который не принес инфаркт. О том, что вот повышается холестерин, как с ним бороться, выбросьте статины, пейте оливковое масло, там столовую ложку по утрам, да, или сколько. Ну, чушь, конечно, да, там, господи, если у вас повышен холестерин, ну, значит, у вас, как бы, либо вы молодой, да, то есть я уже говорила, либо вы беременна, либо вы кормящая грудью, либо вы с огромным либидо, да, и либо у вас есть проблемы с сочетанием железо-гипотеревоз, либо у вас сахарный диабет, либо у вас, может быть, химиническая болезнь почек тоже приводит к повышению уровня холестерина. Вот. Высокий уровень холестерина, еще раз подчеркиваю, не показания к статинотерапии. Когда мы назначаем статины, опять же, пересмотрите ролик, я уже снимала на эту тему, и тот доктор, он говорит, выбросьте статины. Вот те препараты, те люди, да, которые перенесли инфаркт, либо имеют гипертонию с очень высоким риском, либо высоким риск 3, либо 4, вот они выбросят статины, да, начнут лечить себя оливковым маслом, жиром там еще каким-то и так далее. Да, вы запустите желчаток, употребляя жир, но при этом вы в разы увеличите себе риск развития инфаркта, инсульта. Еще раз помним о том, что те доктора, которые говорят выбросьте статины, они вещают прежде всего о норме, когда вам назначили статины без показаний, а нормальный грамотный кардиолог никогда не будет статины назначать просто так, при гиперхолестериномии, ну, не будет, надо еще доказать, надо поискать, надо поискать бляшки, нужно поискать ишемическую болезнь сердца, провернуть, нужно поискать гипертонию, то есть просто так один только высоких холестерин не лечится. И еще раз, при выявлении высокого холестерина, либо дислепидемии, человеку всегда дается 3 месяца для того, чтобы он нормализовал свой образ жизни, избавился от тех факторов риска, которые привели его к дислепидемии, да, то есть не назначают сразу статины, если нет очень высокого риска сердечно-судистого, не назначают. Сначала рекомендуют, если у человека не было инфаркта, либо инсульта, либо нет диабета с гипертонией сначала, то есть вот просто вы пришли, у вас высокий холестерин, либо дислепидемия, вот, у вас нет, и в остальном вы здоровы, да, вот пусть здоровы. Никто не стартует со статинов, никто, поверьте мне. Просто так должны быть определенные показания, потому что да, статины очень серьезные препараты, они действительно работают, это не пустышки, это не биологически активные добавки, поэтому прежде чем назначить, нужно удостовериться 350 раз, да, нужно в динамике через 3 месяца сдать еще раз холестериновый поллипидограмму, посмотреть, человек, если подкорректировал свой образ жизни, да, то есть есть определенные факторы риска по повышению холестерина, то есть нужно избавиться от тех факторов риска, и все, пожалуйста, нам не нужны статины. У меня, кстати, на курсе люди, которые соблюдают принципы кардиопитания, они уходят от статинотерапии, риски притонии уменьшаются, подробнее о курсе вы можете почитать в ссылке, в шапке профиля, либо в описании к этому видео, курс по снижению давления и оздоровлению. Вот, еще раз хочу подчеркнуть, доктор Тотс говорит о норме, о норме, и я с ним согласна, я с ним, он рассказывал, он показывает норму для здорового сердца, запомните это, и слушайте доказательных кардиологов. Если же вы перенесли инфаркт, инсульт, и у многих людей у нас, говорю, поступивших с инфарктом, нормальный уровень холестерина, нормальный, но они переносят инфаркт, потому что холестерин – это один из факторов риска возникновения атеросклероза и инфаркта. Есть еще куча других, это курение, это возраст, это гипертония, это сахарный диабет, это стрессы, это малоподвижный образ жизни, да, тот доктор о чем говорит? Надо больше двигаться, делайте зарядку, и продает вам зарядку, да. Так что, я с ним согласна, движение – это жизнь, об этом еще древний философ сказал, я тоже пропагандирую здоровый образ жизни, дорогие мои, ходите каждый день, это прописано в Организации Всемирной организации здравоохранения, во всех клинических рекомендациях расписано немедикаментозное лечение сердечно-судистых заболеваний, вынесено, вот, пожалуйста, соблюдайте это, но ведь мало кто это соблюдает, да, одно дело знать, читать, вы все начитаны, но никто не соблюдает этого, поэтому у нас, к сожалению, смертность от сердечно-судистых заболеваний должна вот к 24-му году снизиться, она не снижается, потому что те люди, которые обязаны принимать статины, несмотря даже на то, что у них был нормальный уровень холестерина при инфаркте, да, они все равно назначаются статины. Почему? Потому что статины вообще у нас принимаются с 94-го года, тогда вышло одно скандинавское исследование, которое доказало, показало то, что люди, принимающие статины, у них длительность жизни увеличивается, да, ну, по показаниям, да, а потом вообще спустя 10 лет было доказано, что статины, они вообще, ну, это препараты от старения, по сути, да, это продлевают молодость сосудов, и те люди, у которых были бляшки в артериях, да, 50-й лет показали, что статины даже незначительно уменьшают вот ту самую бляшечку. Почему? Потому что высыхает на статинах липидное ядро, покрычка бляшки становится более плотной, и риск того, что бляшка разорвется, и частички полетят за купори, дистальные отделы коронарной артерии вызовут микроинфаркт, либо дистальные отделы сосудов головного мозга и вызовут микроинсульт, либо транспортную ишемическую атаку, да, уже риск меньше у людей, принимающих статины. Но опять же, назначаю статины по показаниям, например, у тебя гипертония, у вас гипертония высокого, либо очень высокого риска, но возьмем высокого риска, гипертония, риск 3. Если ваш уровень ЛПНП более 1,8, вам назначат статины, да, плюс кардиопитание обязательно, плюс физические нагрузки, плюс коррекция образа жизни, факт. В общем, что вам нужно уяснить? Память закончилась на устройстве, продолжаю. Здоровым людям никогда не назначат доктор статины, обосновывая это только тем, что у вас повышен холестерин. Во-первых, если вы страдаете сердечно-судистым заболеванием, например, гипертония, риск 3, либо 4, тем более, если вы перенесли инфаркт, то, либо инсульт, да, то вам необходимо обязательно, конечно, принимать статины, потому что именно эти уже многочисленными, крупномасштабными, рандомизированными клиническими исследованиями доказано, что в тех странах, где люди соблюдают рекомендации кардиолога, врача принимают статины, и не только в тех странах люди живут дольше. Смертность от сердечно-судистых заболеваний низкая. В тех же странах, где не соблюдают рекомендации кардиолога, либо говорят, что да, я принимаю, а на самом деле лукавят, не принимают, чтобы якобы, ну, и как-то вот доктору, да, доктора не огорчать, соответственно, смертность высокая. В нашей стране смертность высокая от сердечно-судистых заболеваний, поэтому меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, да, Пушкин еще сказал. Поэтому пока вы будете слушать различных докторов, которые пропагандируют, по сути, здоровый образ жизни, ЛФК, физнагрузку, я только за. То есть все супер, отлично, доктора, они молодцы, они свое гнут, да. Есть доктора, которые пропагандируют ЛФК и физнагрузку, есть доктора, которые пропагандируют, что нужно бороться со стрессом, с тревогой, депрессией, все проблемы от этого. Все, это один из факторов риска на самом деле сердечно-судистых заболеваний. Первое, гиподинамия, и он упывает на это. Второе, стресс, это второй фактор риска сердечно-судистых заболеваний, и эти кардиологи упывают на стресс, да. То есть вот все проблемы от стресса, от нервов, полечите нервы, и все будет у вас ништяк. Почему же тогда к нам поступают с инфарктами люди, которых вообще никогда не было ни неврозов, ни тревоги, ни депрессии, вот просто бац и все. А я вам скажу, потому что инфаркты от расклероз, это многофакторное заболевание, и минимум 10 факторов есть. То есть кроме стресса может быть еще куча других факторов. Это гипертония, это курение, это возраст, это наследственность. Наследственность очень сильно влияет, запомните, очень сильно влияет наследственность. И предрасположенность к сердечно-судистым заболеваниям. И поэтому запомните, если вам назначил доктор статины, просто так вам, конечно, высокий холестерин – это не показание к статинотерапии, да. То есть если у вас есть сердечно-судистые заболевания, вам кардиолог назначает статины. Если у вас риск 3 высокий, либо очень высокий сердечно-судистый катастроф, нужно принимать. Потому что те люди, которые не принимают, увеличивают риск сердечно-судистых катастроф, смертельных и несмертельных, в ближайшие 10 лет на 20%. Продолжение следует...